всем доброго времени суток посмотрите какой узорчик я еще нашла идеально для шапки был бы может быть какой-то шарф сноут на осень вот такой интересный узорчик попробуем его связать набрали необходимое количество петель раппорт 4 петли плюс 2 кромочные если вяжете поворотными рядами если по кругу то поворотный ряд не нужен начинается первый ряд узора изнаночная сторона не лицевая вот как мы обычно привыкли что первый ряд идет по лицевой стороны здесь первый ряд начинается по изнаночной стороне и вяжем 3 лицевые 1 изнаночная 3 лицевые 1 изнаночная и так до конца ряда в конце обязательно должно быть 3 лицевые петли кромочную провязали разворачиваем второй ряд нашего узора это первую петлю снимаем и и вот здесь у нас пойдет все время 3 или лицевые или 3 изнаночные это не будет меняться здесь вот где была одна лицевая мы делаем одну лицевую накид 3 изнаночные и так до конца ряда 1 лицевая накид 3 изнаночные и заканчиваем 3 изнаночные петли развернули страна здесь как бы получается изнаночная сторона по изнаночной стороне вяжем 3 лицевые 2 изнаночные там где был накид и там где была лицевая мы провязываем изнаночную значит 3 лицевые 2 изнаночные и так до конца ряда 3 лицевые в конце ряд завершили разворачиваем на лицевую сторону это будет четвертый ряд и здесь провязываем 3 лицевые 2 изнаночные 2 изнаночные и так до конца ряда как вы заметили у нас увеличилось количество петель потому что здесь мы с вами сделали накид но если делается накид значит надо где-то провязать 2 петли вместе 2 петли вместе мы с вами провяжем но чуть позже а вот это вот петелька то что мы добавляем вот она дает вот этот вот напуск и за счет нее получается вот такой ажур как бы переплетается поэтому не пугайтесь что у вас количество петель увеличилось мы все это выровняем последнем ряду раппорта и заканчиваем 3 изнаночными кромочную провязали развернули следующий пятый ряд 3 лицевые 2 изнаночные разворачиваем и последний ряд нашего раппорта это будет 3 изнаночные и 2 вместе лицевыми вот мы веры возвращаемся к нашему начальному количеству петель и получается вот такая вот у нас петелька отвязали видите здесь мы сделали накид у нас петли добавились сейчас мы будем соединять вместе и возвращаемся к своим петелькам шестой ряд это у нас последний раппорт дальше повторяем с первого ряда первый ряд у нас начинается на изнаночной стороне вот так легко и быстро у нас получился вот такой красивый узор предлагаю все-таки где-то использовать своем изделие может быть как отделку по рукаву можно пустить такие полосочки как отделочкой ну как говорил уже для шапки тоже будет очень красиво смотреться узор этот так что просто предложила вам вариант то что сама нашла самой понравилось предлагаю вам попробовать посмотреть изнанка выглядит вот так ровных всем петелек всем пока вот так вот